Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива у нас устройство от фирмы D-Link, модель DNS343. Как создать RAID массив, настроить сетевое подключение и как добавить новую сетевую папку. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы, её настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Компания D-Link на сегодняшний день известна во всем мире своими маршрутизаторами и модемами, но помимо производит устройства хранения для домашнего и офисного использования, такие как сетевое хранилище NAS. По большей части это оборудование соответствует стандарту и мало чем отличается от устройства других производителей. И также, как и все NAS, подвержено риску потери информации в случае повреждения или отказа оборудования. Независимо от производителя, все устройства NAS, как и жесткие диски, используемые с обычными компьютерами и ноутбуками, подвержены повреждению или отказу. И, к сожалению, рано или поздно это случается с каждым, кто ежедневно пользуется компьютером. Как и в случае с другими устройствами NAS, D-Link предоставляет возможность использовать множество томов, объединять несколько дисков в один, организовать сетевой доступ к хранилищу, обеспечивая при этом надежность хранения данных. Сетевое хранилище объединяет накопители в RAID массивы, которые хоть и являются более безопасными хранилищами информации, но все же не исключают ее потери. Восстановление информации с NAS, используя различные программы для восстановления данных, не всегда бывают успешными. Некоторое программное обеспечение может предоставить лишь частичный успех, а другие и вовсе повредить оставшуюся на дисках информацию. Чтобы этого избежать, нужно правильно подобрать софт для восстановления. Далее в видео я расскажу как выбрать проверенную программу для восстановления данных с NAS устройств и как вернуть утерянную информацию. Для начала давайте разберем как создать RAID на NAS устройстве от D-Link. При первом запуске устройства система предложит его настроить. Одним из этапов настройки будет создание массива из подключенных накопителей. Для создания RAID массива на этом этапе настройки выберите нужный тип, в моем случае это RAID 5 из трех дисков. И затем нажмите далее. В следующем окне будет предложено включить авторы билд. Жмем далее для продолжения. Затем можно выбрать файловую систему. Здесь предложено на выбор только две файловых системы X, X2 и X3. Выбираем более стабильную X3 и жмем по кнопке Next. После начнется процесс инициализации и форматирования дисков. Если на данных накопителях хранится важная информация не забудьте сделать ее копию, так восстановить ее после форматирования будет непросто. Закончив форматирование тома система предложит перезагрузить устройство. Итак как видим наш RAID создан. Для того чтобы перенастроить, изменить уровень RAID или задать другой объем кликните по кнопке Реконфигурации. Для изменения уровня RAID выберите его из списка и настройте поранее представленные инструкции. Если нужно изменить его объем выберите расширенные настройки. Затем тип массива. Включить или выключить автор и билд. Выбрать файловую систему. И на следующем этапе можно задать нужный объем. Далее. Ждем окончания процесса инициализации. По завершении устройство будет готово к работе. Теперь можно создать новую сетевую папку и настроить сетевой доступ. Для того чтобы создать общий ресурс откройте вкладку дополнительные Advanced. Сетевой доступ. Выберите тип доступа к папке SMB или NFS. Выберите пользователей данного каталога. Можно выбрать всех. Затем жмем по кнопке Browse. Переходим по пути где надо создать новую папку. Жмем по этому значку. Задаем имя. Ок. Осталось добавить разрешение чтения и записи. И сохранить настройки. После чего папка станет доступна по сети. Подключаемся к ней по FTP и записываем данные. Существует множество обстоятельств которые могут привести к потере данных. Человеческая ошибка, форматирование и перезапись информации, перегрев, сбои питания, аппаратные и программные сбои, механические неисправности, выход из строя одного накопителя является чрезмерной нагрузкой на другие диски. При несвоевременной замене может привести к потере данных. Если вы не можете получить доступ к данным, хранящимся на вашем сетевом диске, воспользуйтесь программой для восстановления данных с RAID. Hetman RAID Recovery. Большинство NAS устройств форматируют жесткие диски с использованием файловой системы Linux. При подключении их напрямую к ПК с операционной системой Windows их не удастся прочесть без сторонних приложений. Поскольку в сетевых устройствах NAS системы управления RAID основаны на двух технологиях Linux RAID – MDADM и LVM. Hetman RAID Recovery поддерживает обе эти технологии и в большинстве случаев может автоматически собирать такие RAID. Это комплексное решение для восстановления данных с NAS, которое поможет восстановить файлы при различных сценариях. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем и типов RAID. Достаньте диски из NAS и подключите их к ПК с операционной системой Windows. После загрузки операционной системы ПК, к которому вы подключаете диски, может попросить вас инициализировать или отформатировать. Не делайте этого, так как в результате восстановить данные будет непросто. Утилита имеет автоматически расширенный механизм сканирования, предназначенный для обнаружения и восстановления данных NAS в различных сценариях потери данных. Программа в автоматическом режиме считает нужную информацию с накопителей, из которых состоял разрушенный RAID и соберет его. RAID массив будет отображаться в менеджере дисков, а краткая информация о нем внизу окна программы. Проверьте, правильно ли утилита ее определила. Для восстановления кликните по дисковому массиву правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Затем выберете тип анализа и запустите сканирование. Как видите, в моем случае программа без труда собрала из накопителей «Разрушенный RAID» и нашла все файлы, которые на нем хранились. Утилита отображает даже те, которые ранее были удалены. Они отмечены здесь красным крестиком. Отметьте все, что нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Затем укажите папку, куда их сохранить. По завершении, все данные, которые вы отметили, будут лежать в указанном каталоге. В случае с RAID 5, как у меня, данные можно вернуть с нерабочего NAS даже без наличия одного диска. Если на материнской плате ПК, к которому вы подключаете диски недостаточно SATA или разъемов питания, можно подключить на один диск меньше. При повреждении диска или затирании служебной информации, программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если вам известны параметры поврежденного массива, вы сможете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Откройте конструктор. Выберите пункт «Создание вручную». Затем заполните поля с данными RAID тип, порядок блоков, их размер. Добавьте диски, из которых он состоял. С помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми кнопкой «плюс». Также здесь можно указать смещение, по которому лежит начало диска. В некоторых случаях программе не удается определить ее автоматически, и его нужно ввести вручную. При верно указанных параметрах, как правило, внизу RAID будет иметь хоть один раздел. Разверните его, чтобы проверить наличие нужных папок. Если нужные папки отображаются, RAID было построено правильно. Заполнив все известные параметры, нажмите «Добавить», после чего вы попадете в менеджер дисков. Заполниваю, где будет отображаться добавленный RAID. Для восстановления осталось его проанализировать. Найти файлы, которые нужно вернуть. Выделить их. И восстановить. Указав конечную папку. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok